У Франца есть три тетушки. Китти, Кэти и Коко. Они не настоящие его тети, а мамины подружки детства. Живут они в маленьком городке, в доме с большим садом. Они не замужем, и детей у них нет. Но детей все три очень любят. Тетушки часто звонят маме Франца и говорят, а не придет ли наш милый Франц погостить на пару деньков? Мы будем очень рады. Тетя Китти – парикмахер, тетя Кэти – партниха, а тетя Коко – массажистка. Парикмахерская тетя Китти находится на первом этаже их дома. Ателье тети Китти – мансарде, а тетя Коко ездит к своим клиентам на машине. Складной массажный стол она кладет в багажник. Франц давно уже хотел съездить тетушкам в гости. На Пасху это желание, наконец, исполнилось. В первый день пасхальных каникул тетя Коко приехала на машине и забрала его. Взять отпуск, пока Франц у них в гостях, тетушки не могли. Но скучно Франца не было. Он с интересом смотрел, как тетя Тити кроит и шьет. А тетя Тити даже разрешила ему помогать в парикмахерской. Когда она стригла клиентку, Франц подметал с пола состриженные волосы. С тетей Коко он очень хотел бы поехать на массаж. Но она сказала, К сожалению, это не получится. Понимаешь, Франц, людям не понравится, что на них смотрят, когда они лежат голые и мнут со всех сторон. Еще Франц ходил играть в сад за домом. Там можно было лазить по деревьям, рыться в песке и подманивать ничейную кошку колбасой. В соседском саду он увидел девочку. На вид ей было столько же лет, сколько и Францу. Звали ее Эльфи. Она и выглядела как эльф. Небесно-голубые, лучистые глаза, длинные золотистые волосы, маленький носик и хорошенькие ямочки на щеках. К тому же девочка была немного ниже Франца. Такое бывает очень редко. Обычно его ровесницы по крайней мере на полголовы выше. И тут с Францом случилось почти то же самое, что и с Йозефом, когда тот влюбился в Анну Лизу. Франц увидел Эльфи, и в нем произошел взрыв. Сердце забилось очень сильно. Правда, мурашки по спине не побежали, и в животе ничего не сжалось. Сначала Франц не осмеливался подойти к Эльфи. Он только наблюдал за ней, сидя на вишневом дереве. Или из окна ателье в мансарде. Или из окна туалета в парикмахерской. Он решил, что жизнь у Эльфи довольно скучная. Часто она просто слонялась по саду или тренировалась в плевках на дальность. Тетушки заметили, что Франц все время посматривает в соседний сад, и сказали ему, «Слушай, Франц, первое впечатление от этой девочки обманчиво. Говорят, она еще та хулиганка, остерегайся ее». «А что она мне может сделать?» — спросил Франц. «Она может склонить тебя к чему-нибудь нехорошему», сказала тетя Тити. «К чему?» — спросил Франц. «Ко всяким нехорошим вещам», сказала тетя Кэти. «Как это?» — спросил Франц. «Ну, мы и сами точно не знаем», сказала тетя Коко. «Но про эту девочку всякое говорят». Франц решил, что все это очень интересно, захватывающе и одновременно страшновато. По спине у него забегали мурашки, которых не было, когда произошел взрыв. «Теперь с Эльфи надо непременно познакомиться». Франц сунул в рот мятную карамельку для свежего дыхания и попросил тетю Тити начесать ему волосы, чтобы выглядеть хоть немного повыше. Потом три раза глубоко вздохнул и отправился в сад. Эльфи стояла у забора и глядела в небо, как будто смотрит на самолет. Но в небе ничего не было. Ни самолета, ни даже облаков. Франц прислонился к забору. Ему не хотелось ничего говорить. Он боялся, что голос у него снова станет писклявым. «Наконец-то», — сказала Эльфи, продолжая смотреть в небо. «Я уж думала, ты что-то имеешь против дев...» «Девчонок», — Франц помотал головой. «Против девчонок он ничего не имел». «Не мой, что ли?» — спросила Эльфи. Перестала смотреть в небо и взглянула на Франца. «Вот теперь у него что-то сжалось в животе, в точности, как рассказывал Йозеф. Такими чудесными лучистыми голубыми глазами на него еще никто никогда не смотрел». «Ты не мой?» — повторила Эльфи. Франц снова помотал головой. «Перелезай ко мне!» — сказала Эльфи. Франц перелез через забор. Он сделал это очень элегантно и ловко. «Давай поиграем!» — предложила Эльфи. Франц стемнул. «А во что?» — спросила Эльфи. Волнение Франца немного улеглось. Он сказал, почти не пища. «Мне все равно. Во что захочешь?» «Лучше всего во что-нибудь опасное!» — улыбнулась Эльфи. И на щеках у нее появились прелестные ямочки. Франц задумался. «Какая опасная игра ему в голову не приходила?» «Ну, например, в супермаркет!» — сказала Эльфи. Франц был немного разочарован. «Играть в супермаркет — это, наверное, все равно, что играть в магазин!» — подумал он. «Что же, это же для маленьких совсем не опасно!» Но потом он вспомнил про взрыв и бодро ответил. «Давай!» «Ладно, тогда пошли!» — сказала Эльфи. «Куда?» — спросил Франц. «Ну куда, куда? В супермаркет!» Тут Франц заподозрил, что в супермаркет все-таки играют не так, как в магазин. Но спрашивать ничего не стал. Боялся, что Эльфи посчитает его дурочком. «Я только быстро скажу тетям, что иду в супермаркет!» — сказал Франц. Он хотел снова перелезть через забор, но Эльфи крепко ухватила его за штаны. «Спятел!» — крикнула она. «Может, еще и в полицию позвонишь!» Она взяла Франца за руку, вывела его из сада, и они зашагали вниз по улице к супермаркету. На углу им встретился какой-то мальчишка. Он смотрел на Эльфи в точности так, как будто в нем тоже произошел взрыв, и спросил. «Эльфи, можно я приду к тебе после обеда?» «Нет!» — ответила Эльфи и показала на Франца. «Теперь он мой друг!» Францу стало немножко жаль мальчишку, но счеты у Франца все равно разрумянились от гордости. У перекрестка перед супермаркетом им встретился другой мальчишка. Он смотрел на Эльфи в точности как первый и спросил. «Эльфи, можно мне пойти с вами?» «Нет!» — ответила Эльфи и показала на Франца. «Теперь он мой друг!» От гордости у Франца еще и глаза заблестели. Он подошел к супермаркету. Эльфи прислонилась к какой-то машине на стоянке и сказала. «Теперь иди и возьми мне жмачку!» «Жалко, что я не захватил денег!» — сказал Франц. «Не надо ее покупать!» — сказала Эльфи. «Надо ее взять!» «Взять?» — пискнул Франц. «Вот теперь ему стало ясно, что это за игра такая в супермаркет!» «Он должен был украсть жевательную резинку!» Эльфи посмотрела на часы. Это были часы с секундной стрелкой, — она сказала. «Я засекаю время!» «Ксанди справляется за три минуты!» «Посмотрим, получится ли у тебя быстрее!» От ужаса Франц не мог даже пискнуть. Он не хотел быть вором, но говорить об этом Эльфи ему тоже не хотелось. Эльфи потолкнула Франца ко входу в супермаркет, и он, спотыкаясь, побрел туда. «Боже мой!» «Что я делаю?» — думал он. «Как же мне теперь из этого выпутаться!» Когда Франц открывал дверь в супермаркет, он вдруг вспомнил, что в заднем кармане у него лежит нераспечатанная упаковка жвачки. У Франца как гора с плеч свалилась! Он вошел в торговый зал, прошмыгнул мимо кассирши, снова вышел на улицу и подбежал к Эльфи. Вытащив из кармана жвачку, Франц отдал ее Эльфи. «Обалдеть!» — крикнула та. «Одна минута десять секунд! Ты настоящий чемпион!» Эльфи смотрела на него с восхищением, и Франц почувствовал себя самым что ни на есть чемпионом. А потом подошли те двое мальчишек, которые разговаривали с Эльфи на улице, и она рассказала им о выдающемся результате Франца. Франц почувствовал себя еще более чемпиониста и стал увлеченно объяснять Эльфи и мальчишкам, что для такой мелочи «одна минута десять секунд» — никакой не выдающийся результат. «Дома!» — врал Франц. «Он такое проделывает за пятьдесят секунд!» Франц не обратил никакого внимания на то, что один мальчишка от них отошел и забежал в супермаркет. Через несколько минут мальчишка вернулся, но не один, а с высокой толстой кассиршей она бросилась к Францу. Высокая толстая кассирша схватила Франца за шиворот, встряхнула и крикнула. «Это ж надо! На вид анделочек анделочком! А ворует, как сорока! Давай сюда жевательную резинку!» Эльфи посмотрела на кассиршу невинными небесно-голубыми глазами и пропела. «Ах, какой ужас!» — и протянула кассирше жвачку. «Я не знала, что он ее украл, честное слово! Я думала, он ее купил!» Кассирша взяла упаковку, повертела ее, покачала головой и отпустила воротник Франца. «Что за ерунда!» — удивилась она. «Жвачка-то не из нашего магазина, такой марки у нас вообще нет!» Она отдала Эльфи жвачку и ушла в супермаркет. «Ну ты и враль!» — сказал первый мальчишка Францу. «Ну и, дружка, ты себе вцепила!» — сказал другой мальчишка Эльфи. «Ну ты и придурок!» — сказала Эльфи Францу. Она обернулась к мальчишкам. «Я иду домой! Можете меня проводить!» Эльфи подала одному мальчишке правую руку, другому левую, и они убежали. Франц смотрел им вслед. Сердце у него сильно билось, по спине бежали мурашки, а в животе что-то сжималось. Но билось, бежало и сжималось совсем не так, как когда в нем произошел взрыв. Ему казалось, что он вот-вот очень сильно заболеет. Франц простоял так долго, потом медленно пошел домой. Что-то, что ему увидеть не хотелось. Знаешь что, может быть, это у этой, как там, кому-то понравился, какая девочка понравилась этому, брату Франца, а? Какая? Я забыла. Анна Лиза? Да. Анна Лиза — это, наверное, ее сестра. Ну, младшая. Удивительно. Может быть. Франц простоял так долго, потом медленно пошел домой. Тетушек ему видеть не хотелось. Он пробрался в сад и залез на яблоню. В соседском саду сидела эльфи с мальчишками. Франц услышал, как эльфи говорит. Пять жвачек на троих не делятся. Вам каждому по одной, а три мне. Вечером Франц сел сочинять письмо Габи. Вот что он написал. Привет, Габи. Я у тетей. Здесь неплохо, но без тебя довольно скучно. Поиграть тут не с кем. Есть только эльфи в соседнем саду, но она очень гадкая. Твой Франц. Но письмо, пока Франц его писал, накапнуло шесть крупных слезинок. Там, где они упали, чернила расплылись голубыми разводами. Почтальон принес Габи письмо, когда Франц уже вернулся домой. Габи прибежала с письмом к Францу. Она показала на голубые разводы и спросила. Ты что, письмо под дождем писал? Франц уставился на письмо и густо покраснел. Ну да, пробормотал он. В тот день была страшная гроза. И улыбнулся Габи. Но она очень быстро прошла. И улыбнулся Габи. Габи. Габи.